Встречаем Лешу. Всем привет. Как вы уже сказали, меня зовут Алексей. И мой доказатель будет про гейт-текст. Это небольшая информация обо мне. Я веб-мобал-девелопер, делаю open-source, есть open-source книги и веду R-apport подкаст про руки и JavaScript. В этом перейдем сразу к теме. Итак, интернационализация и локализация. Что же в этом такого интересного и забавного? Ну, во-первых, потому что у программистов есть достаточно серьезные проблемы при написании каких-то, при решении. Это, например, минование чего-либо, инвалидация кэша, работа со временем и тайм-зонами и интернационализация и локализация. Потому что по сравнению с тайм-зонами, которые можно, например, еще как-то обойти и работать с ними как с бэк-боксом, то с интернационализацией и локализацией так уже не очень получается. Поэтому, что же это из себя представляет? Это процесс, при котором вам надо адаптировать ваш софт для другого языка, региона, страны. То есть вам надо, чтобы он полностью доносил смысл, его понимали и могли пользоваться. В чем вообще проблема в таком случае? То есть, понятное дело, проблема есть, достаточно серьезная, потому что очень часто, когда кто-то слышит, особенно новенькие разработчики, им говорят, что надо сделать интернационализацию, локализацию приложений, они думают, что без проблем. Те, которые уже давно работают, они сразу понимают, что все, они попали в ад, и он только начинается. Проблема заключается в том, что, ну, во-первых, в мире существуют тысячи языков, не все языки занимают одно и то же размер места, когда вы начинаете с этим работать. То есть достаточно короткие фразы в одном языке могут вашу кнопку растянуть достаточно далеко и глубоко в другом языке. Некоторые языки надо читать справа, налево или вертикально, что тоже очень сильно добавляет и веселит. Есть еще культурные особенности, которые мы рассмотрим. И, понятное дело, не все люди, они или программист, или переводчик. То есть, к сожалению, это два разных человека. И как бы то, что для себя придумал удобно сделать программист, это не значит, что это будет удобно и хорошо использоваться переводчиком. Поэтому вот у нас есть, это как бы практически случай, у нас есть некий проект NDADD, назовем его так. Это рельса не самая свежая, как вы понимаете. Там внутри jQuery RGS. Если кто-то помнит вообще, что такое RGS, это, наверное, та вещь, которая, когда я открыл проект, я еще долго сидел и говорю, о боже, оно живое, оно тут есть. То есть, напоминаю RGS, это remote JavaScript. Это когда JavaScript генерится на сервере, выплевывается в клиент, и клиент делает evaluation этого JavaScript. То есть, это такая очень странная вещь. На сегодняшний день, все бы, кто писал JavaScript, говорил бы, что это дикость. Но оно там есть. Есть SMT Reels, который, к сожалению, моя поделка, но я ее туда не добавлял. Но теперь я расплачиваюсь, когда я увидел. То есть, это Shared Mustache Template. Это тот же самый темплейт, но неожиданно в какой-то момент времени он может рендериться и на сервере, и на клиенте. То есть, это еще когда не было вот этого изоморфик-юниверсового приложения, вот этот подход когда-то используются. Конечно, особенно когда-то переводить потом надо их. Потом есть React, там появился. Плюс у клиента есть мобильное приложение на обе платформы, iOS, Android. Используется React Native для этого. Клиент пришел с задачей, мне надо перевести все. То есть, имеется в виду, что у него есть, ему надо фронт-энд, если есть переводы на бэк-энде, тоже перевести. И мобильное приложение не забудьте. То есть, все должно быть переведено, пожалуйста. При этом, понятное дело, что мы разработчики, мы должны разработать решение, но переводами заниматься мы не будем. То есть, мы должны предоставить какое-то решение, которое будут работать именно переводчики. И классика жанра денег на рефакторинге. То есть, вы работаете с тем, что есть, и с этим вам придется жить. Первая, понятное дело, идея, это, ну, там рельса. Значит, берем Rails i18n API. Типа, логично, как бы из коробки, все должно работать. Какие есть проблемы этой штуки? Во-первых, потому что, ну, то есть, штука хорошая. На бэк-энде, если вам надо делать переводы, используйте, ну, только в рельсе, например, внутри. Это отличная вещь. Если есть фронт-энд, можно попытаться подключить, использовать i18n.js, который эти же переводы сможет пробрасывать на фронт. То есть, и там вы их как-то используете. Проблема в том, что решение не решает такие проблемы, как менеджить трансляции переводчикам. То есть, возникает вопрос, окей, как мы им будем отдавать, я могу файлы куда-то скидывать, а потом их назад забирать. Или же, я думаю, многие знают такое решение, как подключить ActiveRecord к i18n, и тогда у вас появляется табличка, но вам надо написать поверх этого веб-морду, чтобы потом давать доступ переводчикам. Ну, и также возникает проблема, это хорошо работает для веб, то есть, бэк-энд фронт-энд, но что делать, например, с мобильным приложением, которое React Native, с которым как бы тоже надо как-то жить, там с этими переводами надо переводить, но там нету i18n API. И есть еще одна маленькая, но достаточно такая важная штука, которая не подходит именно с i18n API в рельсе. Я надеюсь, многие или кто-то с видео слышал про такую игру, God of War. Дымите руки. О, отлично. Какая, я думаю, если вас спрошу, какая такая штука при выходе этой игры стала очень, ну, как бы генерацией мемов? Boy. Правильно, Boy. То есть, это такая стала, такая очень мемогенерирующая вещь, то есть, все начали над этим активно смеяться, потому что главный персонаж этой игры своего сына называл не сын, а Boy. То есть, это было как your boy. И тому подобные вещи. То есть, это было достаточно такой важный момент, потому что, если играть в игре именно на английском языке, это можно понять, зачем это сделано, потому что, я надеюсь, это я не буду спойлерить, для тех, в общем, многие играли, но там есть основная сюжетная линия, где главный персонаж Кратос своего сына называет сыном только в конце игры. То есть, он его признает. Поэтому постоянно в игре идет бой. Что же произошло в русской озвучке? Это перевели сыном. То есть, всю игру персонаж своего боя называет сыном, и из-за этого получается основная сюжетная арка, которая происходит в конце, она рушится, потому что, когда он в конце тоже говорит сын, как бы на кого ничто не срабатывает. То есть, в чем проблема именно перевода? То есть, я понимаю, что какие-то переводы, хотели, возможно, попасть в люпсинкинг, сделать, чтобы длина фразы была одна и та же. Но, к сожалению, вот эта единственная фраза разрушила полностью перевод именно на русский, потому что она именно разрушила посыл, именно контекст. И это достаточно важно при переводе, то есть, иметь контекст и понимать, о чем идет речь. Потому что, если нет контекста, вы просто разрушаете все, что, ну, то есть, вы не доносите его. Примеры, пожалуйста, простые. У вас есть в переводе слово press, и вы говорите переводчику, это надо перевести. Переводчик окей, но нормальный переводчик спросит, а какой контекст этой фразы? То есть, press my shirt, I work in press, или press the button, о чем мы говорим. То есть, у одного и того же слова есть разное значение. Русский вариант, мама моего раму. Мыло, если оттуда оторвать от контекста, это идет, мы говорим про мыло, чем можно мыть, или мыло, имеется в виду, что оно действовало, оно что-то делало. То есть, проблема заключается в контексте. Вот, пожалуйста, тоже классический пример, в университетах использует это, латинское spiritus quedum promptus ist, Karo Arsene Firma. Если его дословно переводить, то вы получите достаточно нормальную, хорошую фразу. Спирт – хорошее, мясо – протухло. Нормальная, валидная фраза, дословность перевести, она имеет смысл даже. К сожалению, она не доносит основное то, что говорится. Говорится, дух бодр, плод же немощно. То есть, как вы видите, основное значение перевода, почему оно должно быть достаточно важным, это донесение смысла. То есть, перевод может быть не соответствует по длине еще чему-то. Он должен доносить смысл. Вернемся же к Reus API. Сильно мы можем донести тут смысл. То есть, у нас есть, когда переводчик увидит нашу строчку, он увидит n.about.linktext. Мы такие, окей, мы разработчики, мы это пофиксим. Теперь стало лучше. Возможно, он теперь сможет понять. Теперь, я надеюсь, он поймет, о чем идти тречи, для чего этот ключ. Плодр нет? Вот как-то так. Вот. Есть еще одна проблема. То есть, понятное дело, мы хотим предоставить им веб-морду, мы не можем яму файлу перекидываться туда-сюда. Яму файлами говорить, что тут добавили ключей, и вы там не забудьте добавить. Давайте добавим какой-то типа сервис. Окей, мы пошли посмотреть, что же там, сколько сервисы берут. Ну, я вам скажу так, если вы захотите зарабатывать деньги за строчку в базе данных, это просто прекрасная модель. То есть, сент за один ключ перевода, при этом я вам скажу сразу, это не сервис, который занимается переводами. Он просто хранит их там, все. То есть, сервисы, которые еще и дополнительно есть переводчики, это еще дополнительно там доплачиваете. То есть, это сервисы, которые вот один цен за ключ, и еще и месяц, не забывайте. То есть, вы помесячно платите. То есть, я же говорю, миллион записей, и вы уже нормально зарабатываете. Вот. То есть, достаточно дорого. Я считаю, что это вообще, как такое вообще можно делать. То есть, надо искать другие решения. Поэтому мы с еще одним разработчиком, то есть, там не была команда из 10 людей, там сидим вдвоем, и такие, окей, что будем делать. Мы решили, немножко поискали, и решили использовать GitText. Итак, GitText достаточно старая штука. Еще создана в 1990 году. То есть, это не хипстер-технология. Поэтому, если кого-то интересует, подобная вещь, она не такая. Основная задача ее была в том, чтобы отделить перевод от языка программирования. То есть, переводы должны жить отдельно, язык программирования отдельно. А на сегодняшний день я такой, почти стандарт, де-факто в Linux-системах. То есть, они именно оттуда возникли. И вообще, возникла она от C. То есть, получается, надо было писать C-шные программы, надо было добавлять туда перевод. Поэтому появился GitText, у которого есть достаточно интересный вот этот процесс. Что сначала он продюсирует подфайл, который называется Portable Object Template, в котором содержатся все ваши ключи переводов. Следующий вы генерируете из подфайла подфайл, Portable Object. Это который уже, там вы говорите, что вот у меня есть подфайл с моими основными ключами. Я хочу на русский сгенерить, на французский язык, еще какой-то. И потом еще есть дополнительная фаза, на которой вы компилируете, собираете именно по в MoFile. Это машинный объект или там JSON, который уже именно используется в вашей программе. То есть, выглядит схема, это вот как-то так. Вот можно увидеть. Поэтому, зачем вообще это так странно сделано? Почему? То есть, если вы работаете, например, с переводами, есть такая вот достаточно неудобная вещь. Вам надо добавить перевод. Или вы работаете с уже проектом, в котором есть кусок текста и вам надо его перевести. Вы этот кусок текста туда забираете, добавляете туда вашу функцию, которая вызовется с нужным ключом. Вы придумываете название ключа. Потом идете в этот же ЯМА файл или куда-то, дописываете этот ключ, двоеточие, дописываете ваш перевод и на всякий случай еще не забывайте добавить такой же ключ еще в другие файлы, только уже без перевода. Это очень-очень ну как бы неудобно. То есть, мне как разработчику, когда мы начали, это было просто больно. Потому что ты постоянно должен был не забывать делать подобные операции. Что же делает GitText? У него основная задача, вот эта первая фаза, которая XGitText, она просто вы пишете текст, как GitText, в основном по умолчанию используется английский язык и обравляете там, например, в какие-то его специальную простую функцию, там нижнее подчеркивание или что-то. И система вычленяет все ваши тексты как ключи перевода. То есть, ваш основной нейчерл текст английский, вы можете, кстати, русский использовать, если хотите, но в основном используется английский, используется как нейчерл ключ для перевода. То есть, он автоматически туда уходит и также реиспользуется. То есть, если в трех местах у вас есть где-то кнопка Press, она автоматически переносится как Press. То есть, только как один ключ. Потом же, получается, если вы, получается, там, поменяли этот текст, то старый затирается, новый появляется. Минус в этом подходе получается, что вы не можете, вам, если надо, будет вручную сморжить перевод, если такое произойдет. Но плюс у вас нет мертвых ключей переводов. Это вторая проблема того же интернационализации API. У вас могут быть мертвые ключи переводов, которые давно уже не используются в приложении. И никто это не проверяет. Это классика жанра любой разработки, так же, как какой-нибудь мертвый CSS. Потому что его оставили, а вдруг он где-то используется. То же самое с переводами. Что же у нас по библиотекам? Для RLC есть GetText i18N Rails. Это готовая библиотека, которая инжептится. У нее есть готовые рейктаски и готовые функции. Внутри она под капотом использует FastGitText. Для React.js мы использовали React.getTextParser, P2JSON. Это для специальных задач. У нас был еще дополнительный веб-пак, поэтому использовали PO-loader. Был еще Jet. Jet — это специальная библиотека, которая умела подсасывать сконвертированные PO в JSON файлы и использовала на фронтенде. И почти такой же набор, только вот в React Native появлялась такая же библиотека, как React Native Local Detector. Это специальная библиотека, которая использовала нативный код Detective Local и пробрасывала ее в JavaScript, потому что React Native. Дальше уже пойдет куски кода, чтобы объяснить. То есть, как я сказал, первая фаза, мы создали специальную задачу, то есть просто положили, которая вычленяла. То есть вы активно писали тексты, ключи, писали это все, и она проходилась сначала по бэкэнду, вычленялась с бэкэнда все переводы, потом проходилась по SPI-приложению с React, и со всем остальным вычленяла оттуда переводы. И все это складывало в эти PO-файлы. То есть билдило под. То есть мы указывали именно, например, для GitText плагина в рельсе, где именно искать переводы. То есть мы говорили, что они есть в RB файлах, они есть в ERB файлах, они есть в API даже где-то могут быть переводы, и даже в HAML файлах. То есть везде ищи, пожалуйста, переводы и складируй их туда. Для React мы использовали гаупт задачу, то есть там тоже было достаточно просто. Мы просто объясняли ему, что вот ищи в таких-то территориях, проискивай все переводы, собирая их тоже в нужный нам именно локаль код. Дальше что мы делали? В API мы указывали, что у нас есть такая интересная штука underscore underscore i18n, что это external штука. Экстерная штука имелась в виду, что это window-объект, он в глобале находится. И получается, мы на каждый перевод мы генерировали, вот можно увидеть такую вещь, то есть window i18n, это у нас получается джеб. То есть мы его именно генерили. Зачем вообще это делалось? Потому что в таком случае, если вы используете process pipeline, то в основном те, кто собирает эту штуку, прекрасно знают, что чтобы компоненты между собой общались, которые мы собирать, вам приходится их пробрасывать в window-объект. Поэтому то же самое делось с i18n. Но если мы, например, использовали React-приложение или что-то подобное, то мы собирали отдельные файлы переводов, то есть на каждую локаль был свой JavaScript-файл, в котором в Windows находился вот этот глобальный объект. И получается, наше приложение просто ожидало, что при нужной локали мы подгружали нужный файл. То есть в JavaScript это выглядело вот так, то есть, как вы видите, вот этот самый экстерновый объект, который в реальности внутри веб-баком конвертируется, как в window.i18n. И у нас был вот этот набор функций, которые мы вот, нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание, это было просто обыкновенная гид-текст функция, которую мы забрапили. То есть вот так мы с этим всем работали. Для React Native у нас использовалась как раз вот эта штука с React Native Local Detector, в котором мы пытались понять, что за локаль у вас на мобильном устройстве, и переключить на нужную. То есть у нас не было в сеттингах настройки, пока не было такой задачи. То есть по умолчанию мы включали английскую, если у нас не было перевода в вашей локале. Если есть, то мы включали ту, которая требуется. Сам гид-текст выглядит достаточно незамысловато. То есть вот эта вот базовая функция в том же Ruby, или два подчеркивания мы сделали в JavaScript, которую вы просто пишите, как я сказал, любой текст, этот текст и есть вашим ключом. То есть заменять вот эти тексты было достаточно просто. То есть мы постоянно их управляли в подобные функции и все. Ну, конечно, понятное дело, небольшой минус, это с динамикой. То есть с динамикой гид-текстом, я думаю, вы можете заметить. Вот пример с New Record. Вот я вам сейчас покажу. То есть вот этот пример, он, видите, достаточно странный, потому что многие могут сказать, почему ты не интерполировал вовнутрь. Проблема заключается в том, что гид-текст, чтобы вычленять и проходиться по трансляциям, он не может внутри содержать какую-то особую динамику, потому что он не выполняет код. Поэтому ему получается, если вам нужна какая-то подобная динамика, вы ее пробрасываете вот этим процентом туда вовнутрь, то есть используете вот такую конструкцию, как сделано здесь. Ну, или же вот получается разбиваете на отдельные фразы. То есть вот это тоже его ограничение именно с динамикой. Плюс, самый главный, который нам очень понравился, это как раз то, что мы только что проговорили, контекст. То есть есть отдельная функция p underscore, или такая же в джаваскрипте, это p context, где первым ключом мы можем описать контекст, о чем идет речь. То есть мы можем сюда дописать все, что мы думаем, о чем эта кнопка. То есть если там просто одна несчастная фраза не найдена, мы можем описать. Этот кусок используется на такой-то странице для объяснения того-то, того-то и того-то, того-то. И переводчик, получается, только переводчик увидит, он поймет, о чем мы имеем в виду речь. То есть если там даже очень краткая фраза. То есть также мы можем делать с namespacers, то есть есть функция s для namespacing, и даже можно их комбинацией производить. Вот это, например, у нас плюрелизация плюс контекст. То есть первый кусок, это у нас идет fruit-контекст, потом идет plural-форма, поскольку это английский язык, тут две плюральные формы. И в данном случае variable, который как раз определяет, какая будет использована форма с переводом. То есть с плюральной формой, как вы видите, тоже достаточно вот такая задача. То есть если кто-то использовал reos, api, там пишется one, few, other и тому подобное, тут оно через запятую просто. То есть вы, если, например, базово используете плюральную форму английскую, это две формы. И потом кит-текст автоматически, когда вы будете переводить, например, на русскую, или еще на какой-то, или перейдем к арабской потом, то он скажет вам, что вот на ту же фразу, к сожалению, вам придется написать три или пять или шесть плюральных форм. Дальше, понятное дело, не забываем работать с нашим HTML и date-time объектами. Их тоже придется переводить, с ними работать. То есть не забывать про HTML-tag. Он как бы тоже достаточно важен, его надо выставлять, чтобы у вас как бы верстка соответствовала и всякие боты, остальные системы тоже правильно понимали, что находится, какой язык на странице. Работа с датами, то есть с локализацией, со всем остальным. Следующее, это, понятное дело, React. То есть там это все достаточно просто. Вы просто ваши, опять же, простые строки текста заврапливаете вот в эти функции, они будут вычленяться вашими рейк-задачами. Ну, или же, опять же, в JavaScript, если это не React, потому что у нас где-то был React, где-то был jQuery, как бипцелый фреймборк, то мы просто использовали напрямую i18n, там есть вот, видите, translate, домен, это как бы scope можно указывать, контекст, опять же, указывать, плюрелизацию, если она нужна. Ну, и мы использовали там, внутри приложения был уже Moment.js, который, понятно, использовался для форматирования дат именно в JavaScript приложении. Сразу скажу, что на сегодняшний день я бы не советовал использовать Moment.js, то есть если вам надо работать с датами, то это не самая лучшая библиотека, потому что просто весит слишком много за свою задачу. То есть мы использовали в последних проектах Date.js, и это тоже работает прекрасно, хотя там функционала, например, не так много, но для базовых задач, работая с датой и временем, этого может достаточно много хватать. Если вам нравится функциональный подход, можно использовать Date.fns, который все равно приблизительно в три раза меньше, чем Moment.js, без дополнительных таймзон. Это приблизительно страничка документации из Mozilla, как сами файлы, они выглядят вот так, как формат, то есть msgid, ваш ключ, плюральная форма, наборы плюральных форм. И вот можно заметить, что интересно, у GitText есть уже задефиненные плюральные формы, то есть когда вы с каждого вашего подкомплейт файла говорите, мне нужен русский язык, GitText раз говорит, я знаю, что в русском языке столько-то плюральных форм. Вы говорите, хорошо, а теперь арабский. Он говорит, я знаю, что в арабском языке шесть плюральных форм. И значит автоматически он это дописывает и плейсхолдеры оставляет именно в вашем GitText файле. То есть как это... При этом он вычисляет это банально по формуле, то есть он просто говорит, что вот окей, ты там хочешь какой-то белорусский язык, это три плюральные формы, и вычисление каждой формы будет вот по такой-то формуле. То есть это 0, 1, 2. То есть это просто сколько плюральных форм, это от 0 до n-1. А вычисление происходит просто по формуле. То есть вы туда переведите число, вот как вы видите, то есть какой-нибудь там алканская форма, это больше одного. То есть 0, это одна форма, если у вас будет нолик, например. А если там больше одного, то это другая форма. То есть как Apple, Apples, то есть английская форма. А, например, арабская, она самая веселая. У нее шесть плюральных форм, и вам надо будет потом описывать все шесть плюральных форм. То есть у них в основном 0, 1, few, many, others. И вот эти все формы вам придется, типа, писать. С вебом, конечно, отдельная история. К сожалению, на это бы надо было отдельный доклад, потому что, когда, например, вам еще надо работать с... справа налево, то это начинается еще веселье с версткой, флексбоксами, потому что флексбокс вроде бы должен двигаться в одну сторону, а тут неожиданно у нас интерфейс становится зеркак на 180 градусов. То есть вам надо по-другому работать. Текст двигается в другую сторону. Телефонные номера в ссылках тоже должны быть перевернутыми, но кликабельными. То есть это отдельная, достаточно тяжелая история. При этом автоматизации не так много на это. То есть в основном кнопку приходится подгонять, смотреть, потому что, как бы, кнопка окей в английском языке, а в каком-нибудь другом она начинает неожиданно плыть в сторону, и вам приходится с этим как-то жить, потому что сократить невозможно. Да, при этом не забывать такие вещи, как культурные особенности. То есть, например, алкоголь, он запрещен, например, в исламе, и поэтому если у нас там было определенные штуки, там, где было винцо, то нам надо было их менять, иконочку на что-то другое, иначе было это неправильно, некорректно. Ну вот, классический пример. Вот у нас мыло стоит для мытья рук, как раз после кода. И вот у него четко написано, видите, название «дермомет». То есть, понятное дело, что английского «дермо» — это кожа, типа, все нормально, но читается у нас как «дермомет». Вот, то есть хорошее такое мыло. То есть, возможно, тоже надо учитывать эти культурные особенности, чтобы не было подобного аналога или там какой-нибудь как «blue water», который это словно переводит, у нас получается «blue water». Вот такой. Что же самое интересное еще с GitText? Поскольку GitText — старый формат, очень много разных платформ, open-source решений, которые работают с переводами. То есть, есть такие вещи, как Webblade, Zotano, Puto, Glodpress, Poedit, который десктопный. То есть, это решение, которое позволяет работать с переводами, именно предоставляя интерфейс. Есть, понятное дело, еще платные, но я не рассматриваю платные. Это те, которые бесплатные. Мы же для этого проекта взяли Webblade. То есть, приблизительно вот так выглядит WebMord. То есть, вы туда вгружаете ваши переводы, вот эти «под» и «po» файлы, и получается, вы можете просмотреть, какой процесс идет перевода, что переведено, что не переведено, что, возможно, там еще во все делается. Например, вот так выглядит, например, там, когда идет работа над одной фразой или чем-то еще. То есть, вы можете посмотреть Source, вы можете начать трансляцию, вы можете указать, что это надо проревьюить. Есть возможность подключения таких вещей, как машинного перевода. То есть, вы можете подключить какие-то Google Translate и другие сервисы для автоматизации. Переводчики, если их несколько, они могут через эту платформу между собой общаться. То есть, они могут говорить, я не уверен, что это имеется в виду, посмотрите кто-то другой. То есть, тут есть система комментариев. Сама система также может говорить, что вот это ближайшие похожие переводы, чтобы, например, переводчикам тоже было проще работать. И также есть возможность посмотреть там историю переводов, как это выглядит в других языках, о чем идет речь. Вам же, как разработчику, может быть удобно, что, например, любая фраза или перевод, вы можете четко увидеть, например, где он находится. То есть, вот, например, видите, вот здесь указано, в каком файле, в какой линии найден этот перевод, и был он вычленен. То есть, если вы по ним получать с переводчиком говорит, что это вообще и про что это имеется в виду, почему такое странное и так далее, вы можете пойти и понять, на какой странице, в каком куски кода находится этот перевод, и о чем и детстве, про что идет речь. Что немаловажно, как я говорю, работа с плюральными формами. То есть, вот у нас source на английском. Вот, как вы видите, у нас две формы, которые мы указали у нас в коде, но получается, эта штука, она по умолчанию указывает, что вам надо указать три формы. То есть, для русского языка она просто объясняет, что plural equation у вас вот такой, и будьте добры, пожалуйста, для русской формы укажите три. То есть, получается, если в английском у вас два происхода, тут будет три. И вы будете опять же их описывать, указывать, там, когда наводите на знак вопроса, он будет говорить, это, например, такие цифры 0, 5 и так далее. То есть, он будет вам подсказывать, как вы произнесли это, если бы у вас было такое или такое число. Что удобно также в этой системе, мы наши переводы вынесли в отдельный гид-репозиторий и, получается, подключили, то есть, есть возможность подключения к гид-репозиторию этой системы. То есть, получается, пока переводчики переводят и работают с системой, веб-лейт сама система может докоммичивать эти переводы, то есть, если вы позволите ей делать коммиты, и получается сразу сохранять вам в гид именно последний up-to-date переводы. В таком случае мы использовали гид-саб-модули именно в другие проекты, такие как мобильное приложение или веб, и мы просто подтягивали последние версии, если бы мы знали, что они были в состоянии релиза. Также, что удобно было, кроме группы и всего остального, в систему можно было выгружать скриншоты. То есть, вы могли дополнительным переводчикам помогать говорить, как выглядит данный контекст, фраза или слово, именно в интерфейсе. То есть, вы могли дополнительно это делать. То есть, у них тогда сбоку появлялся еще вот скриншоты, вы можете увидеть, как эта фраза выглядит там или там. Понятное дело, что если меня спросят, если не настолько жесткий проект, у меня есть так много разных технологий раскидано, и у вас просто SPA, например, и API backend, что бы мы на сегодняшний день взяли и берем. То есть, для других проектов мы в основном используем ECMAScript Internationalization API, то есть Intel он же, поскольку он уже встроен в браузеры, а значит, нам ничего не надо добавлять в бандлы. Если получается, это старый какой-то браузер, мы добавляем полифил, но поскольку полифил не маленький, мы часто делаем два отдельных бандла. То есть, один, который для нормальных современных браузеров, и один, для которых old school. И система, получается, JavaScript проверяет, если этой фичи нет, то она дает старый бандл, если все нормально, она дает типа новый. И там уже внутри есть все готовые полезные штуки, такие как коллатеры, когда вам надо стринг-комперисон делать в разных языках. Ну, то есть, в одном языке вам как-то их надо сортировать, чтобы сортировка была верная. Когда вам надо работать с дейттаймом, когда у вас есть плюральные правила, то есть, в таком случае мы используем этот подход. Но, понятное дело, то есть, тут все равно надо еще искать, как вы будете это хранить, как будете отдавать переводчикам. То есть, Intel не дает вам решение, опять же, всей этой проблемы. Часть из этого вам придется тоже искать, смотреть, как делать. Но, в любом случае, это удобно то, что это идет из коробки из браузеров. А значит, вы как бы платите ноль, даже размером вашего JavaScript файла. Так что, вот, перейдем к основным плюсам, которые бы я хотел в конце рассмотреть. Основные плюсы GitText, потому что это достаточно взрослый уже, старый, де-факто, стандарт в Linux мире, как вы можете заметить. Он достаточно очень прост для переводов, то есть, его формат даже файлов не такой уж и страшный. Что удобно, что переводчики, как бы, они не завязаны на то, как сделали программисты перевод. То есть, вот это основная проблема, потому что программисты сделали перевод, вот, нам так удобно, офигенная штука, а переводчики начинают плакать с людьми, потому что они не могут работать то, что для них придумали. Это достаточно очень легко майнтейнить. Есть большое количество разных вебморт, эдиторов, то есть, даже десктопных, если вам подходит. Это кросс-платформенное решение, то есть, у него очень большой плюс – это портабельность, потому что многие системы на сегодняшний день поддерживают get-text, то есть, вы его переносите туда, сюда, добавляете там, и везде, в основном, есть решение для get-textа. То есть, очень важная вещь, которой вам тоже понравилось, это добавление get-textа, потому что многие системы, которые вроде бы крутые, у них основная задача – это ключ-значение, ключ-значение. И, к сожалению, вот, ключ не дает полного понятия, о чем идет речь. И нам нужно объяснение, пояснять, о чем идет контекст. Поэтому нам это очень сильно помогает, чтобы объяснить переводчику, о чем эта маленькая короткая фраза. По этому делу, есть минусы. Он не очень динамический, то есть, как я сказал, особо туда стрингифайт, что дописывать, там приходит какой-то ключ, спать за данных, вы решили его решеточкой на им туда добавить. Это так просто не работает. Приходится использовать вот этот, по максимуму, процент, который у него там есть, но это все равно слишком динамику туда не запихнешь. Поэтому он немного с этим ограничен из-за методики, как он собирает эти переводы. Также файл-формат, потому что многие, например, привыкли, что у них там ямы, джейсоны, еще что-то, а это какой-то по, плоты, которые выглядят, ну, то есть, если смотреть, какой-то суровый или нужный формат. Он не очень-то расширяемый. То есть, есть, понятное дело, системы, которые по верху текста работают, но сам по себе формат – это вот что дали, с тем и работаем. То есть, у него нет какого-то там возможности расширения или еще что-то внутри. И, понятное дело, для кого-то это может быть достаточно, о, боже, как так, это не новая технология. То есть, это старая, давно проверенная технология, и для кого-то это может быть нормальным, а для кого-то это как так. У нас React в Vue.js с Angular вместе рядом, и мы не можем использовать какой-то непонятный Git-текст. Вот. Поэтому на этом вся такая история про Git-текст. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? Уйди. Уйди. Так, сейчас. Уйди. 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 Там по поводу построения темплейта, допустим, что одна и та же фраза на разных языках строится. Цифры в начале, цифры в конце. Вот эта вся возможность есть запрограмировать темплейт, или оно уже встроенное в самому Git-тексте. Ну, то есть у вас есть фраза, в ней вы можете написать цифру в начале, а в другом переводе вы можете цифру перенести в другой конец. Это плейс-холдер просто. То есть переводчики когда-то пишут, то... Да. Ну вот, пример, пожалуйста, плейс-холдер категории оставить. То есть они его просто... Ну, в начале тут и там, а в реальности его просто тягают за собой. То есть вот каунт, например, видите, он пропадает, потому что он просто пишется числом и всем остальным. А другие плейс-холдеры, они могут оставляться. Ну, если они динамические. Спасибо. Просто поэтому часто нужен контекст, чтобы объяснить, что вообще такое плейс-холдер. Правильно я понимаю, что при разработке изменяется под файл, потом на основе него генерируется новый по, а потом переводятся, собственно, все значения и потом генерируется автоматически мо. Да, мо или джейсон. То есть там уже есть готовые форматы, которые переводят. Ну, это мо, это если у вас там сичное что-нибудь было бы или там сборка, чтобы всасывать всего при сборке. Мы, например, вот как пот у джейсон используем, если надо пробросить, потом эти же переводы. Ну и понятное дело, что когда пот перегенерится и из него перегенеряется пот, пот в по, то, понятное дело, перевода не перетирается, который уже есть, а просто дописывается то изменение, которое произошло. Я же говорю, единственный может быть минус, что если у вас была какая-то одна фраза и вы решили там пару букв поменять, помустить и тому подобное, то что он произойдет, он затрет старый, он исчезнет и у вас появится просто новый перевод без перевода. Ну, то есть новая фраза без перевода. Это минус, но, как я сказал, основной плюс, там нет мусора. То есть если у вас чего-то нет перевода, то есть или вы решили убрать что-то из перевода, то есть почистили, И у вас автоматически вычищается и под файл, и все по файлу. То есть нет лишнего вот этого мусора. Сколько раз вы себе в ногу выстрелили, пока реально синтегрировали jQuery, React Native и React? Ну, мы не то, что их интегрили. В реальности там такой маленький фазимода. Я видел. У которого сейчас, например, на одних страницах срабатывает jQuery или что-то еще. А потом, неожиданно при переходе на другую страницу, jQuery все остальное исчезает и начинает работать React. То есть это как будто, я не знаю, как переход между там какими-то мирами через двери. То есть ты вроде бы сначала находишься в обшарпанной хрущевке, и потом открываешь тут, ты раз, и космолет вкопишь какой-то Enterprise. Вот это как бы делался так проект, но это четко видно, проект, который типа рефакторинга нет, а новые фичи надо допиливать. Вот на них говорят, нам надо вот охеренный крутой там какой-нибудь штука. Мы такие, ну блин, мы без React тут не справимся. Он говорит, ну да, окей, добавляйте React, но остальное не трогайте. Вот. И получается оно вот так выглядит. В основном трудность бывает как раз вот этими с мусташами темплейтами, потому что вроде бы как переводы должны находиться и на бэкэнде в мусташ темплейтах, и на фронтэнде при этом они как-то должны участвовать. Сложность была, когда просто куски текста где-нибудь в JavaScript просто находятся, их надо было найти и типа обернуть хотя бы эту функцию, чтобы они вычленились. Поэтому там не то, что стрелять в ногу надо было, но там именно тяжело было как-то, чтобы оно все не развалилось, и как бы рядом этот космолетик тоже нормально себя чувствует. Ты говоришь, что современные фронтендеры, как бы если повидели RGS, Ну, наверное, заплакали. Заплакали. Ты видел, что эти отморозки сейчас делают вообще? React? Не, ну там просто в RGS просто проблема первая, что jQuery ты уже никогда не выпилишь, ты типа вот все, он твой, потому что все генерируется jQuery форматом с селекторами со всем остальным. И вторая, что если неожиданно, вот была, есть такие еще и задачи бывают, что типа парни, наше приложение все еще должно работать без JavaScript. Вот. И тут это приложение складывается вообще полностью, потому что если эволюэйшен невозможно выполнить, то любые, ну то есть вообще ничего нельзя выполнить. А типа приложение на React заработает без JavaScript? Нет, оно точно не заработает. Ну там такое, как говорится. Ну RGS, к сожалению, как бы с ним тяжело жить, потому что... Я помню. Я не буду объяснить просто. Как вы поступали с переводом DAT? С переводами DAT, часть, например, GESA формата это было, мы могли их тоже приносить GIT-RST, то есть у нас просто был поисководер, это date формат, и мы переводили по другой формат. Были также вот, например, если бы использовался Intel, то у Intel даже была удобная штука, что вы просто говорите, какая локаль, и он сразу говорит, для этой локали формат DAT такой или такой. Иногда это круто, но иногда вот у нас были клиенты, которые говорят, да, я понимаю, это Франция, формат DAT у них такой, но мы хотим такой. И тебе приходится тогда, типа, Intel наказывать, типа, бить его тапками и говорить, не делай вот этот нормализированный формат DAT, делай так, как мне нужно. Ну там, например, год, месяц, день через дефис. То есть они говорят, да нет, нужно через точку, по-нормальному ты говоришь, нет, не так. То есть это раз варианты, второе, да, мы могли просто их выносить какие-то вот placeholder, то есть даже, возможно, не в самом гиттексте, просто указывать, какие форматы. Или же у нас, например, там на том же JavaScript, кроме DAT, например, мы работали еще с суммами, ну то есть валюта, ну не валюта, а указания чего-то. Мы использовали, например, там, number.js библиотеку, в которой можно было, она именно работает не с форматом денег, но что удобно, ей можно было сказать, что мне надо отформатировать вот эту цифру, просто число с каким-то там, например, пробелами, потом точка должна быть, и потом перед этим какой-то символ или позади. И это мы тоже, получается, активно использовали на фронте. Ну, на фронте именно для этого. То есть, получается, вариантов можно было много, можно было сюда внести, или же можно было, типа, чуть ли не тот же яму, потому что держать форматы, это все равно там 2-3 строчки. И HTML-теки тоже сюда можно? Нет, ну, HTML-теки сюда можно заряжать, но тогда их надо, типа, вам указать, что их можно, типа, raw-форматить, долбашить. Ну, то есть, так же, как без... Ну, можно, можно. Да, если очень сильно хотите, можно, но я бы переводчикам не давал такую возможность. По возможности. То есть, у нас доходило до того, что если у вас есть кусок текста и внутри ссылка, мы вычленяли кусок, этот кусок текста, ссылку мы оставляли в плейсхоутер, а потом кусок внутри текста этой ссылки, это был отдельный перевод. И оно вот как-то странно так выглядело, но мы старались не давать, потому что это люди, которые только работают с переводами, и когда они видели эти теги, они... Что за херня? Вот, все верно, они просто чистили, вот, и получается, горско ломалось. Или доходило до того, что мы там начинали, если им объяснять, что это надо оставить, то у вас появлялись какие-то незакрытые теги, неоткрытые теги, то есть вот это другая проблема. Поэтому проще им не давать такую возможность, потому что эти системы не для этого. А есть ОБЭК, неоткрытые ключи делают? Он автоматом. Он автоматом, просто получается, вы говорите POT, он генерирует все ключи из всего остального, а если вы не перевели ключ, он использует оригинальный. То есть если у вас был пресс, написано на английском, ну вы заметите, если русский интерфейс переключаешь, у тебя какие-то кнопки на английском, значит это еще не перевели. То есть получается, как я сказал, у вас нет вот этого, как в i18n, у тебя кругается варнингом и пишет оригинальный ключ. То есть тут получается ваш текст. То есть тут можно, кстати, и на русском писать, но я бы не советовал, потому что как минимум только плюрелизация три формы, а в английском только две, уже удобнее. То есть вы, получается, пишете просто текст как есть, и это и есть ваш ключ. То есть как бы вам не надо... Что основной плюс для меня, как разработчикам, потому что одна из проблем придумывать еще имена ключа, как их разложить, какой у них должен быть формат, возможно по страницам, возможно еще... Нет, я просто пишу текст. Все, это будут переводы. Спасибо, Леша.